здорово народ с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить на такую тему про апы нерфы и баланс в игре world of tanks со стороны вот я как смотрю на основную массу людей которые везде жалуются в комментариях в ю тубе вконтакте в группах там на форумах где только можно оставить комментарий они часто пишут вот по наводили импул надо апнуть то надо апнуть это вот мои шесть не апнули никогда плохие никакие фуфу все ужасно когда разговор заходит про турбосливы все в комментариях соглашаются что перьяпанность плазмоганов пушек мощных и голды это одна из множества проблем турбосливов такое ощущение что когда танкисты общаются на одну тему у них мозг отключается про глобальное мышление что в игре существуют и другие проблемы решив одну проблему можно усугубить другую и в целом нужно глобально думать а не совать циферки у танчиков на протяжении 2017 года вы не думали что это не профессионально и в принципе усугубляет некоторые остальные проблемы ведь все мы помним тот самый world of tanks когда были бои с нормальной скоростью с нормальной насыщенностью в бою можно было применять и самое что главное менять тактику по ходу боя но сейчас ты даже свою основную тактику которую ты заготовил или придумал в начале боя ты ее не успеваешь исполнить поскольку пока ты там две клетки на карте переехал уже 10 человек в команде закончили исполнять и пошли исполнять в другом бою неужели нету людей которые обширно могут взглянуть на все и понять что пире об танков он только усугубит проблему turbo сливов но и нерфить в равно все подряд это тоже не вариант почему нельзя раз и навсегда взять и по каким-то закономерностям параметрам посидеть подумать и выровнять баланс танчиков они просто безмерно совать их делать их сверх имбовыми взять вывести какой-нибудь объект 263 и ввести какой-то другой объект 268 вариант 4 дроп 1.6 10 20 южного там полушария созвездия там северного пупка взять короче ввести в игру чтоб она просто неслось танковала херячила по пол хп сука просто я не понимаю а представьте это дура попадется против восьмерок он просто на колеса намотает всю эту херню и поедет дальше даже не заметит нихера ну конечно найдутся люди которые там 42 процент побед он жопа едет вперед левой рукой он держит тарелку борща правой рукой он там сука буханку хлеба держит сжимает и упряжь сука крошки сыпятся локтем пытается двигать мышку не говорю уже чем он клавиатуру кнопки нажимает но вы поняли в общем мастера найдутся которые даже наиболом танки не смогут играть в целом все танки стали более мощные по вооружению и все это благодаря тому что вот эти кукарекулки кукарекают от не мой танки когда мне от не и сеть и сеть но апнуть твои шесть не вы 6 проблема и не в том что разработчики не любят советские танки и не в том что советские танки среднее на них просто играть нужно активно по сравнению с танками средними других наций на которых у которых есть альфа и на которых можно отыграть позиционно а на советских средних танках позиционно тяжело играть с маленькой альфой на них надо вертеться по всей карте как пропеллер до старые танки они чем старее танк чем дольше его не трогали тем он более уебанский из 6 я вообще не помню и вообще за всю жизнь когда-нибудь что-нибудь с ним делали поэтому такой убогий вас 6 и при этом при всем на нем можно остатку набивать некислую но на нем неприятно играть вот в чем беда я уже не знаю я пару лет назад говорил что будут турбосливы из-за того что перья повая танки говорил говорил я уже пару лет говорю как что надо танки сбалансировать все сразу вместе чтоб они были хоть как-то взаимосвязаны по силе они просто а то-то танчик апнули и это тапните и это тапнули и у то тапните а вы уже это тапнули тогда и этот опять а пойти а у тот который три раза поле уже и четвертый раз приходится под еще апните так можно апать до 2939 года просто дойдет время шо уже там танк который апали уже там раз 10 апнули уже скоро на восьмом уровне у ст пробития будет 250 альфа скоро будет тоже 320 вместо 240 принципе у меня все пишите в комментариях согласны ли вы с моим мнением или нет всем пока а а